Во Всероссийском выставочном центре в Москве открылась масштабная православная выставка-ярмарка под названием «Вербная неделя». В этом году она юбилейная, 60-я по счету. С организаторами и участниками выставки встретилась наш корреспондент Эльвира Гордеева. Юбилейная выставка «Вербная неделя» началась с молебна на всякое благое дело и освещение стендовых павильонов. В течение 20 лет она неизменно собирает в главном выставочном центре страны монастыри и храмы, мастерские церковные отвори, облачения и иконописи, книгопечатные издательства, воскресные школы, мастеров-умельцев из России, Белоруссии, Украины, других стран православного присутствия. Эта выставка была одна из первых организована, поэтому те люди, которые уже привыкли приходить на эту выставку, они традиционно в ней участвуют, с разных регионов России и зарубежья. Московская текстильная компания «Артель», специализация которой русские набивные ткани, регулярно, дважды в год участвуют в подобных выставках. В этом году стенд компании посвящен 70-летию Победы и Пасхе 45-го. Центральный экспонат – плат «Салют Победы». В центре которого – Орден Победы. По углам панно – четыре самые узнаваемые памятника. Мамаев курган, Пискалевское кладбище, Родина-мать в Киеве, Трептов парк в Берлине. А также клеемы с иллюстрациями знаковых событий Великой Отечественной. Основные сюжеты, которые для нас, для всех, так или иначе, чем-то близки, это «Ладуга», легендарная полуторка, которая спасла столько жизней в Ленинграде. Сталинград, разрушенный, из которого начинается наступление уже теперь до Берлина. Это памятные вещи, которые советские русские люди никогда не заводят. Митры, рясы, монашеские мантии, крестильные и венчальные комплекты, облачения для диаконов и архиереев с ручной и машинной вышивкой. А также плащаницы, воздухи, хорогви, орлицы. Широкий ассортимент продукции представила мастерская Святой Праведной Тавифы из Белгородской области. Небольшой производственный цех при храме Воздвижения Креста Господня в Старом Осколе существует уже 20 лет. Мы шьем по выкройкам троицы Сергея Лавры. Наши мастерицы там научились. Тогда еще Царство Небесное, матушка Лариса, которая шила патриарху Пимену. Мы у нее учились. Поэтому то старинное мастерство по старинным выкройкам мы шьем сейчас. А на этом небольшом стенде творческие работы воспитанников православной гимназии из города Козельска. Бесероплетение, керамика, резьба по дереву, прочие народные промыслы. Это православное учебное заведение Калужской области на выставке в Москве во второй раз. Главной целью наших поездок на эти выставки является поиск и привлечение благодетелей для помощи православной гимназии. Поэтому мы раздаем буклетики информационные о нас. А там у нас дома детки и взрослые молятся Господу Богу. Как раз у них послание нам помощников и благодетелей.